Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости моего канала! Меня зовут Светлана и вы на моем канале Са Цвета Светланы. Друзья, практически все декоративные луки или алиумы распустились в моем саду. И вот у меня уже было одно видео, когда был пик рассвета высоких алиумов, а сейчас вот эти мелкие, видите, вот с такими мелкими соцветиями уже полностью распустились. И, друзья, конечно, я решила еще снять одно видео, так как они очаровательно смотрятся в цветниках. И, кроме того, они такую воздушность добавляют местам, в которых они растут. Вот это, друзья, это ред магикан, красный магикан. Посмотрите, какая у него интересная форма соцветия. Вот сверху у него получается, видите, такие зелененькие, а здесь как юбочка такая очаровательная. Вот это последний он уже... А, нет, не последний, у меня еще есть один маленький, чуть позже покажем. Вот они распустились. Друзья, вот в самом начале, вот у него внизу, видите, такая лиственная розеточка, даже создавалось впечатление, что это растение, которое пропадает. Вот что-то у него такие вот невзрачные внизу листочки. Но вот эти потом начали расти высокие цветоносы. Они, кстати, такого слегка сиреневого цвета. И вот уже в середине июля они открылись и показали свою грациозность. Вот, друзья, посмотрите, вот этот самый большой, самый большой алиум, декоративный лук, это сорт Глобмастер. Друзья, ширина у него 22 сантиметра. Вот, 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 20, да? Нет, 20 сантиметров, это я немножко переборщила. И вот обратите внимание, насколько прочно он стоит в земле, вот в том месте, где он рос, уже полностью, Вадик, покажи, засохла полностью лиственная розетка. Смотрится вот эта вот стрела с таким красивым верховым шаром, очень декоративно в цветнике. Вот здесь у меня на горке он растет, но вот именно этот экземпляр я оставлю в этом месте. Ну, мне нормально он вписывается, во всяком случае я уже смотрела с разных сторон. Этот у меня останется. И вот эти вот, я напишу вам обязательно название сорта, вот эти вот декоративные луки тоже останутся. А вот эти вот, которые высокие рядышком, и те, которые я показывала в предыдущем видео, я, конечно, их уберу, потому что здесь они совсем не в тему были, слишком высокие для моей альпийской горки. Вот именно, смотрите, эту картинку я высадила с тыльной стороны альпийской горки, которая не видна вот в центральной части газона. Получается, низ не виден, здесь у меня еще камень, а видны только вот эти вот головки декоративного лука, которые возвышаются над стриженным можжевельником. И с той стороны, с центральной, но сейчас мы когда вот здесь расскажем, Вадик выйдет и покажет вам, насколько красиво смотрится вот этот лук. Такое впечатление, что вот эти сиреневые головки, они парят у вас в воздухе. Очень красиво, интересно смотрится, и они возвышаются прямо вот над хвойными. Друзья, вот рекомендую, обратите ваше внимание на алиумы, в цветниках, где у вас низкие цветы растут. Вот эти возвышающиеся стрелы, которые заканчиваются таким сиреневыми соцветиями, будут очень нежно, очень красиво, и даже, я бы сказала, таинственно смотреться в цветниках. Вот обратите внимание на сочетание здесь. Алиум на фоне голубого кипарисовика. Кстати, друзья, шикарно разросся у меня кипарисовик. Я хорошую чистку ранней весной сделала. Немножечко, видите, растянула веточки, чтобы была более сбалансированная крона. Ну вот, сочетание алиума с хвойными, да и не только с хвойными, я считаю, это просто замечательное сочетание. И вот, Вадик сейчас снимает, обратите внимание, насколько красиво, вот если увидеть перспективу, насколько красиво, вот сейчас смотрите, ветерок как раз такой легкий, как красиво колышатся все соцветия. Причем, друзья, хочу вам сказать, что все декоративные луки очень хорошо держат вот эти свои соцветия. Даже в сухом виде они достаточно прочно находятся вот в почве. Я сейчас одно соцветие, я думаю, что оно сухое, покажу, как оно вытаскивается. Вы увидите, что оно легко вытаскивается, но при этом они очень прочно и красиво занимают свое место в цветнике. Друзья, мне очень нравятся алиумы, я вот два года назад их приобрела, я нисколько не жалею. Я хочу сказать, что я еще дозаказала некоторое количество видов, и буду их высаживать в цветниках, так как это очень красивые растения. Особенно красивые они будут в сочетании с лаками. Друзья, не забываем ставить лайки и подписываться на наш канал, если вам нравится то, о чем мы вам рассказываем. И наш опыт, который мы делимся. Друзья, вот обратите внимание, вот здесь у меня веник растет, или коломогрустис. И вот я сейчас раздвигаю, так чтобы вы эту перспективу увидели, насколько красиво вот сочетание будет вот именно с таким алиумом. Очень, очень неприхотливый и очень красивый. Друзья, попытаемся вытащить. Нет. Если бы, вот смотрите, когда уже понятно, что можно вытащить это соцветие, если вам захочется, то его достаточно легко. Оно должно полностью все стать сухим и достаточно легко вытянется. Но вот я еще чувствую, оно еще пока держится за луковицу. Поэтому насильно я ничего делать не буду. И вот, друзья, у меня на горке еще есть микро-микро-микро-декоративный лук алиум. Вот, обратите внимание, он уже выпустил свои соцветия. Маленькие тут будут головки. Ну, такой же, по принципу такого же будут такие они бледно-сиреневые. Вот самый нежный. Это самый-менее-менее декоративный лук. Очень красиво смотрится. Очень рано выходят вот эти листики зимой. Долго они стоят. Видите, ну вот в моем саду это получится самый-самый поздно расцветающий декоративный лук, который именно на горке. Вот у него такой пепельно-серые листики. И они, кстати, не отмирают. Если у всех остальных нижняя часть, как я уже говорила, не очень декоративна, и все эти луки стоит за какими-то растениями высаживать. Потому что вот сейчас красиво смотрятся внизу они, а где-то недели три назад, четыре, когда начало выходиться цвете, когда массово у меня цвели вот эти вот высокие луки, тогда, конечно, внизу не очень красиво начала вянуть вот эта розетка, и она не очень красиво смотрится. Ой, Вадик, кстати, покажи, пожалуйста, вот буквально, друзья, смотрите, две недели назад я делала стрижку с пюре японской, и вот если сейчас видно, смотрите, уже новые переросты пошли, они розовые. Видите, насколько красиво. Мы полностью срезали отсветшиеся цвете, я очень хорошо обстригла, и вот опять куст набирает массу, и вот эти кончики становятся розовыми. А вот если, Вадик, чуть-чуть правее камеру внизу елочки, там вторая Golden Princess, это Gold Flame, а Golden Princess, она лимонно-желтая, тоже вся в приростах. Видите, после стрижки очень быстро нарастает, и красивый, яркий, солнечный получается у вас пустик. Декоративных луков у меня практически в каждой клумбе, но практически, в тех, которых нет, осенью высадим мы. Вот смотрите, друзья, вот здесь еще, видите, зеленая ножка, это средний цветущий, вот так выглядит соцветие у него, и я его оставляю в цветнике, не мешаю. Ну, вот лично, по моему мнению, мне нравится, когда вот какие-то и высокие растения, и цветники. Вот здесь еще, видите, вот, лучок вот такой вот. А при том, знаете, как, я думаю, а вдруг упадет семечко и прорастет, и у меня чудным образом еще будет несколько разных алиумов. Ну, и вот такой, видите, как звездочки. Ну, конечно, очень красиво смотрится, такая необычная форма. Есть такое приспособление, массаж головы делает в обратную сторону. Ну, точно, я вспомнила сразу. Очень красиво. Друзья, вы можете все высохшие соцветия вытащить и подвешивать, вот так вот сушиться. И использовать эти сухие соцветия в составлении ваших сухих букетов. Особенно это красиво будет зимой. Вот это обратите внимание. А еще я вам что скажу. Смотрела я на иностранном сайте. В Англии очень любят сушить вот эти соцветия алиумов. Потом покрывать их белой краской. Делайте, как снежинки. И даже еще дальше они зашли. Они обрезают. Особенно это касается вот этого самого крупного алиума Глобмастер. Огромные шары, 18-20-22 сантиметра в диаметре. Они покрывают белой краской и делают из них елочные игрушки. Вот так обрезают. Привязывают веревочку и украшают ими елки. Можете себе представить, какая прелесть. То есть вы не только наслаждаетесь цветением таких прекрасных декоративных луков. Сушите, можете составить красивые сухие букеты. А возможно я оставлю и долгими зимними вечерами, когда надо будет думать, ну как же нам общаться с вами, дорогие мои подписчики. Что же нам обсуждать, что нам делать. Вот тогда мы возможно будем составлять сухие букеты. А может быть даже попробуем и сделать елочные игрушки. Но пока конечно количество у меня этих алиумов не такое большое, чтобы вот всю елочку украсить такими красивыми игрушками, хендмейт. Но попробовать, наверное, стоит. Еще знаете что, друзья, я заметила, когда у меня эти соцветия висят, внизу осыпаются семена. Но прочитала в интернете, что это очень долгий процесс выращивания алиума из семян. Но все же я подмела их, по цветничкам разбросала. А вдруг? Всяко бывает. В общем, что я хочу сказать, друзья. В дополнение к вашим красивым цветникам вы можете высаживать и конечно алиумы. Замечательные растения. Некоторые отсюда как раз взяла я. вам желаю, чтобы вдохновение приходило к вам ну как минимум 20 часов в сутки. Чтобы ваше настроение всегда было на высоте, чтобы ваши сады были красивыми, индивидуальными, не похожими ни на какие другие сады, чтобы они вам приносили радость и чтобы все всегда у всех было хорошо. Увидимся на моем канале. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok